Обеспокоенные жители Рязани выкладывают в интернет видео, подозревая, что в Рюминский пруд сливаются канализационные отходы. В действительности, рядом с тем местом, где Рюминский пруд протекает под асфальтом Галенчинского шоссе, есть еще два стока в водоем. Происхождение воды в них неизвестно. Однако на месте можно почувствовать неприятный запах. Но это только маленькая часть того, что хранят в себе берега центрального водоема города. Вблизи можно увидеть пластиковые кеги. Скорее всего их выбросили представители кафе, ресторана или магазина разливного пива. Этикетки на расположенных рядом коробках свидетельствуют именно об этом напитке. Если пройтись дальше по берегу водоема, можно наблюдать большое количество выброшенного отработанного медицинского оборудования. Таким образом, утилизирует свои отходы одно из медицинских учреждений. Возможно, оно находится недалеко от водоема. Понять, что за организация позволила себе оставить весь этот мусор, требующий специальной переработки на территории водоохранной зоны, нашей съемочной группе не удалось. Хотя среди шприцов, катетеров, баночек из-под анализов и приспособлений из кабинета гинекологии, вероятно, можно найти упоминание о нарушителе в виде чеков или случайно выброшенных справок. Рядом с этим местом можно обнаружить заваленный мусором исток пруда. Однако происхождение воды в нем неизвестно. Ведь если учесть, что Рюминский пруд является продолжением ручья Красный, неизвестно, откуда идет остальная вода. Очевидно, что водоем формируется с помощью воды, вытекающей сразу из нескольких труб. Мусор вокруг пруда также вызывает много вопросов. Неужели он появился уже после очистки водоема и прилегающей территории, которая производилась в 2017 году? По последним данным, тогда из пруда было вывезено 12 метров донных отложений. Однако уже сейчас сказать, что на самом деле происходит на дне водоема, нельзя. Очевидно, что берега завалены мусором, который уже попадает в пруд. В любом случае, рязанцам стоит быть внимательнее при прогулках на этой территории, а также не позволять себе загрязнять водоем. Кто и когда на этот раз приведет Рюминский пруд в порядок, остается загадкой. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».